Кухонный гарнитур, сейчас вам расскажу про его наполнение. Еще один важный момент, когда мы штукатурим стены. Не утихают споры, что делать вначале. Ставить кухню, потом фартук, либо сначала фартук, потом кухню. Вентиляция, это такая вещь, про которую постоянно забывают. И сейчас мы зайдем в спальню, и вы увидите, какой там космос. Сейчас поймете, почему я так говорю. Друзья, всем привет! Сегодня мы снова приехали в жилой комплекс лучей. Для того, чтобы снять обзор очень милой и уютной квартиры. И сейчас вам покажу дизайн проект, расскажу про него пару слов. И потом уже посмотрим квартиру вживую. Это у нас титульный лист, на нем приведена вся сводная информация. Дальше идет состав чертежей. Здесь у нас 51 лист информации по дизайн проекту. Далее у нас идут визуализации. Визуализации мы делаем в первую очередь для заказчика. Чтобы он оценил тот продукт, который он получит в итоге. И также визуализации необходимы для строителей. Для команды мастеров, которые реализуют данный проект. В проекте использовались тона зеленого оттенка. Очень приятный цвет получился. И балкон мне понравился особенно. Здесь у нас вы можете видеть коридор. И одно из интересных мест это спальня. То есть у нас кровать интегрирована в мебель. То есть по периметру кровати вы можете видеть мебельную конструкцию. Огромное пространство для хранения вещей. Вы знаете, что никогда не бывает шкафов много. И здесь мы старались по максимуму использовать все пространство, которое мы реализовали под хранение. Здесь у нас также представлена спальня. Именно телевизионная зона. И сделали небольшую рабочую зону, в которой заказчик может работать на дому. Еще пару визуализаций спальни с разных ракурсов. То есть визуалки мы делаем, допустим, если мы говорим про помещение какое-то, спальня, к примеру, то 4, 5, 6 ракурсов для того, чтобы максимально было понятно, что в итоге получится. Здесь у нас ванная комната. Вместо ванны у нас душевая кабина. И здесь тоже мы использовали зеленые оттенки. Плитка кабанчик. Она мне очень нравится. И нашим заказчикам тоже она хорошо заходит. И они стараются по возможности использовать ее в наших проектах. Обмерный план. Выезжает замерщик на объект и замеряет помещение по факту. То есть это план от застройщика. То есть квартира в бетоне. Делается замер всех ключевых точек. Это расстояние, высоты окон. Расположение всех инженерных коммуникаций. Таких как подача воды и канализационные стояки. Это очень важно, потому что иногда мы хотим одно, а по факту получается другое. Из-за того, что технически невозможно реализовать какие-то элементы, которые так хочется, чтобы они были в проекте. План демонтажа. План демонтажа он есть, если мы какие-то элементы демонтируем. То есть это возможно сносим какие-то перегородки. Либо у нас уже есть ремонт от застройщика. И нам необходимо часть элементов этих демонтировать. План монтажа возводимых перегородок. То есть так как жилой комплекс лучи, все конструкции монолитные. То есть что-то сдемонтировать крайне проблематично, если мы хотим остаться в рамках закона. Поэтому демонтаж был сделан минимальный. План расстановки мебели и оборудования. Один из основных планов, на котором мы можем оценить расположение мебели и оборудования. И после того, как этот план сформирован дизайнером, то есть мы можем какие-то вещи скорректировать под конкретно нашего заказчика. То он уже понимает, как будет выглядеть его квартира. И соответственно какие-то элементы подвинуть, добавить, убавить и так далее. План чернового пола. На нем мы указываем отметки. Потому что чистовое покрытие имеет разные толщины. И соответственно, чтобы потом не выравнивать пол при помощи наливного пола, не полить на это деньги, ни за работу, ни за материал. То есть на этапе устройства стяжки мы задаем правильные высоты. Для того, чтобы уже потом, впоследствии, комфортно укладывать чистовой пол. И он был в одном уровне. План оделки пола. Здесь у нас сводная по чистовому покрытию. То есть есть спецификация, на котором указано объем и количество чистового материала, которое необходимо для реализации этого проекта. План оделки потолка. Здесь вы можете видеть, что часть потолка у нас натяжной потолок. А другая часть выполнена из гипсокартона. Тоже указаны высоты. Для того, чтобы понимать, на какой отметке необходимо делать тот или иной потолок. План оделки стен. То есть по каждому помещению выделено разным цветом. Какая плитка, какие обои, какая покраска будет. Для того, чтобы уже этот план выдать на стройку. И мастеру было понятно, какой вид оделки для каждого помещения предназначен. Сводный план по электрике. На этом плане мы наносим и розетки, и выключатели, и источники освещения. Для того, чтобы обзорно понять, что у нас где расположено. План привязки розеток. Здесь уже только розетки. Есть привязки и высоты. По этому плану мы уже размечаем электрику на наших объектах. План расположения выключателей. Здесь у нас только выключатели, а также привязка этих выключателей к источникам света. То есть здесь мы понимаем, какой выключатель, за какой источник света отвечает. Также у нас есть ведомость освещения. То есть мы понимаем объем источников освещения, которые необходимы для того, чтобы этот проект воплотить в жизнь. Дополнительный план освещения. Он уже с привязками. То есть здесь у нас указаны расстояние и точное нахождение всех источников света. Этот план уже нужен. Если у нас потолок натяжной, то уже при монтаже натяжного потолка мы берем этот план и уже точно вырезаем все отверстия согласно этому плану. План теплого пола. Здесь у нас теплый пол и в ванной комнате, и на балконе. Соответственно, это здесь все указывается. Обязательно привязки. То есть мы не можем там сделать теплый пол по всему помещению. Точнее можем, но в этом нет смысла. Соответственно, мы делаем в тех зонах, где у нас происходит, так сказать, пешеходный трафик. То есть мы, получается, делаем именно в тех зонах, где мы ходим ногами. А также здесь указаны терморегуляторы, их привязки, высоты для того, чтобы было понятно, где его располагать при монтаже. План вентиляции. Обязательный план, потому что вентиляция – это такая вещь, про которую постоянно забывают и делают ее в самый последний момент. Ее нужно делать на этапе чернового инженерного ремонта. План привязки сантехнических приборов. Без этого плана немножко проблематично, потому что когда мы начинаем монтировать кухню, подключать раковину, ставить стиральную машину, выводы у нас частенько бывают, что не в том месте, потому что у этого санузла здесь подводка, эта раковина требует других выводов. То есть это все мы проектируем заранее, чтобы уже на этапе монтажа чистовой сантехники, либо установки кухни, никаких не было лишних движений и все вставало так, как нужно. Развертки санузла. Важная история, то есть для того, чтобы у нас не было каких-то диких подрезок, было четкое понимание, сколько плитки нужно, у нас есть этот план. Соответственно, здесь указаны развертки по каждой стене, есть спецификация, объем необходимый для покупки чистового материала, то есть в данном случае это керамогранит. И еще один важный момент, когда мы штукатурим стены, а проект уже на стадии завершения, то есть мы делаем перезамер, отдаем новые размеры, дизайнер вносит корректировки, и у нас все развертки бьются уже с тем, что мы имеем по факту. То есть никакого там авторского надзора за 60 тысяч в месяц не нужно. Все эти корректировки мы вносим бесплатно, и заказчик получает именно то, что он хочет. Здесь у нас развертки по кухне, то есть можно оценить расположение всех элементов, где у вас будет посудомойка, где стиралка, где варочная панель, так же, как будет устроен фартук и указано направление укладки этого фартука. Ведомость отделки. Соответственно, на этих листах мы указываем весь необходимый чистовой материал, который потребуется для реализации этого проекта. То есть объемы, количество, производитель и так далее. Ведомость электрики, количество розеток и выключателей, которые требуются на проект. То есть с этим планом можно будет четко понимать, сколько розеток, сколько выключателей, сколько рамок и так далее. Заходим в квартиру и попадаем в просторный коридор. Позади у нас входная дверь. Дверь разнотручка была заменена. Если вам интересно узнать производителя этой двери, обязательно напишите в комментариях. Расскажу немножко про коридор. Грязная зона у нас выделена при помощи керамогранита. Дальше у нас уже идет ламинат. По левую сторону у нас была такая вот ниша от застройщика. Мы ее заполнили при помощи мебельной конструкции. Посмотрите, какое огромное количество полок, для того, чтобы можно было сложить всякие полезные мелочи. По правую сторону у нас есть секция для верхней одежды и закрытый шкаф. Здесь у нас спрятана инженерная коммуникация, система отопления и силовой щит. Посмотрите, какое интересное сочетание. Эти две двери у нас полупрозрачные. Сделаны для того, чтобы дневной свет попадал в коридор. То есть здесь достаточно светло, даже если мы не включаем свет. А вот эта дверь в санузел, она сделана при помощи скрытой двери под покраску. То есть здесь у нас все стены под покраску. Дверь тоже покрашена в единый цвет. Причем это никак не выбивается из стиля и смотрится достаточно круто. Поэтому смело берите на вооружение такой прием, что можно комбинировать классические двери и двери скрытого монтажа. А теперь давайте пройдем на кухню. По левой стороне у нас выполнен кухонный гарнитур. Сейчас вам расскажу про его наполнение. Здесь у нас встроенный холодильник, мойка, ящики, столешница, дополнительные ящики, духовой шкаф, варочная панель. И сверху у нас тоже есть большое количество ящиков. Вот эта часть сделана в открытом доступе, специально чтобы поставить те вещи, которые требуются постоянно при использовании кухни. И здесь у нас спряталась микроволновка. Кухня сделана под самый потолок. Там буквально осталось 4 мм. То есть эта вот гипсокартонная конструкция была выстроена, после чего уже кухонщики смонтировали верхний ряд ящиков. Теперь по поводу фартука. Не утихают споры, что делать вначале. Ставить кухню, потом фартук, либо сначала фартук, потом кухню. Правильно сначала делать фартук, для того, чтобы выполнить все грязные работы. Потому что вы приклеиваете керамогранит на плиточный клей. Это сыпучий материал, его нужно разводить с водой. Грязь по всей квартире. Плитку надо резать. Это пыль, даже если у вас водяной станок. Поэтому сначала грязные процессы, только потом вы уже привозите кухню и монтируете. Для нормального плиточника нет никаких проблем выдержать горизонт снизу и сверху, для того, чтобы кухонщики не мучились при монтаже. Поэтому сначала монтируется фартук, и только потом ваша часовая кухня. Для того, чтобы ее не поцарапать, не испачкать. Если вы поставите кухню, то потом плиточник будет тянуться до вот этой части стены и выкладывать плиткой. Вот и представьте, что может быть с кухней, если сначала монтируется столешница, кухонный гарнитур, только потом плиточник уже выкладывает эту плитку. Про основную часть кухни рассказал, теперь про ее финальную часть. Вот здесь она у нас спряталась слева. Здесь тоже есть ящики, снизу сверху, фартук, столешница и установленные розетки. Для чего эта часть кухни? Здесь можно поставить кофемашину, тостер, мультиварку или еще какой-нибудь прибор, который не используете ежедневно для приготовления пищи. Выходим из кухни и проходим в спальню через коридор. И сейчас мы зайдем в спальню, и вы увидите, какой там космос. Сейчас поймете, почему я так говорю. Посмотрите, какую мебельную конструкцию мы смонтировали и спроектировали для нашего заказчика. То есть наша спальня, большая кровать, она интегрирована вот в такой большой шкаф, который опоясывает всю кровать. Вот эта толщина порядка 70 сантиметров. По поводу цвета всей конструкции, я думаю, вы согласитесь, что это просто пушка. Прямо попадание 10 из 10. Теперь давайте поговорим про саму конструкцию. По классической схеме мы с вами попадаем в комнату. Здесь у нас стена толщиной 10 сантиметров из газоблока. Выстраиваются где-то на ширину 60-70 сантиметров. И в этой нише у нас монтируется шкаф. Все, от шкафа до кровати маленькое расстояние, ходить здесь неудобно. Но в этом проекте мы пошли по другому сценарию. То есть когда у вас здесь стоят тумбочки слева и справа от кровати, вот это расстояние оно никак не используется. Здесь от шкафа до тумбочки достаточно тесно, ничего не поставить и так далее. То есть вот это пространство и вот это оно никак не используется. Поэтому мы решили, что здесь мебельная конструкция будет опоясывать кровать и использовать пространство по максимуму. И посмотрите какое здесь расстояние. Здесь порядка полутора метров на полтора. То есть 2-2,25 квадратных метра. И здесь еще можно что-то при желании поставить. Напротив кровати у нас телевизионная зона. Здесь будет чуть позже смонтирован телевизор. И также мы здесь уместили рабочее место. Стол имеет вот такую волнообразную форму для того, чтобы можно было удобно сидеть и поворачиваться немножко вправо-влево, если у вас здесь будет стоять монитор либо ноутбук. А также была установлена вот такая интересная лампа, которая регулируется по высоте. Это очень удобно, потому что стол большой, вы можете работать и в этом месте, и в этом. И также здесь спокойно могут сесть 2 человека. А теперь бежим в ванную комнату. Смотреть, что у нас там получилось. Поворачиваем налево. Посмотрите, как сделано освещение. Снаружи у нас выключатель отвечает за несколько точечных светильников. Это, так сказать, основной свет. А внутри есть выключатель, который регулирует и вытяжку. Вот она запустилась. А также остальной свет, который сделан над душевой. Здесь всего 2 светильника. 2 светильника против 4. Когда вы заходите в ванную ночью, вам не обязательно включать весь свет для того, чтобы не выжигать глаза. Достаточно включить небольшие 2 точечных светильника, которые расположены над душевой кабиной, и ограничиться этим освещением. Но для съемок мы включим свет по максимуму, чтобы картинка была приятная. Что у нас здесь поместилось в ванной комнате? Слева у нас электрический полотенцесушитель. Только электрический, никаких водяных. Потому что водяной полотенцесушитель потечет. Это только вопрос времени. Здесь у нас тумба. На ней накладная раковина. Естественно, зеркало с подсветкой. Пленку не снимаем для того, чтобы заказчики, уже когда будут заезжать в квартиру, уже сделают это сами, так сказать, как в автомобилях. На хромированных деталях наклеена пленка. И уже хозяин, который стал обладателем этого автомобиля, снимает со всех элементов, которые могут поцарапаться, защитную пленку. И уже становится полноценным обладателем данного имущества. Мы хотим также дать возможность заказчику ощутить чувство новизны от пользования своей квартиры. По правой стороне у нас душевая кабина. Она у нас в строительном исполнении. Видите, насколько пришлось поднять для того, чтобы был слив и сделана правильная гидроизоляция. И плитка, посмотрите, мой любимый кабанчик. С кабанчиком можно творить все, что угодно. Во-первых, вариативность его достаточно высокая. То есть есть глянец, мат, абсолютно любые расцветки. Также можно играть с затиркой. Вы можете купить абсолютно любого цвета плитку. И при помощи затирки уже на разных стенах поиграться и получить абсолютно разные эффекты. Это будет смотреться очень классно. Здесь у нас натяжной потолок. А во всей квартире у нас потолок из гипсокартона. И потолок здесь натяжной с теневым профилем по периметру. Чуть правее у нас смонтирована система инсталляции. А также установлен гигиенический душ. И вот здесь вот мебельная конструкция, которая прячет все инженерные коммуникации, которые связаны с водоснабжением. Вот такой проект у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях. Либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что вы смотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!